Наша победа заключается в том, что мы должны быть сильными во всем, в переговорах, возможности давления. Спасибо огромное людям, которые поддерживали мои идеи, что только через санкции экономически, политически мы сможем добиться победы и результата, в том числе и с заложниками. Я как человек, который говорит на семи языках, в том числе и на еврите, могу вам сказать, что Израиль использовал не только методы 1200 на одного. Израиль использовал операцию Антеба, где погиб родной брат премьер-министра Израиля, где они вылетели в другую страну и освободили оттуда всех заложников и вывезли их обратно. Мы должны найти каждый метод в каждом вопросе, где оптимальным образом мы смогли бы защитить интересы страны. И мы должны защитить интересы тех, кто находится там. То есть общего подкерна нет, правильно? Я говорю о том, что наши депутаты ездят по всем странам для того, чтобы продлить санкции. Сегодня и Леву, фракция Народный фронт, ездили в Америку, мы ездим в Турцию. То есть Народный фронт считает, что единственное решение это увеличение санкций давления России. Они барыги, они боятся давления, как экономического, так и другого. Поэтому только экономическим путем, политическим путем давления они будут возвращать наше каждое, а не ими торговать. Единственное действующее оружие это план действия. За каждого человека мы будем отвечать. Так, как говорил коллега, как в Израиле, за любого убитого у нас должен быть плод действий. Где перекрытие счетов в Соединенных Штатах Америки для российских банков. Это SWIFT, это Босфор с Турции. Мы должны делать такие действия вместе с Европой, потому что мы боремся не за себя, мы боремся за них. Спасибо.